Обычно сейчас новости живут очень-очень недолго, поразительная вещь, только-только, казалось бы, раньше месяц мы обсуждали это интервью, а вот уже мы на излёте всех экспертных оценок, можем себе позволить взглянуть на весь этот сквирт, как я говорю, двухчасовой президента Путина, так называемый президент Путина, и оценить вообще, зачем это всё было надо, потому что разные оценки высказываются, я сам тут много где комментировал. Всё-таки интересно послушать вас, вот ему зачем это надо было, потому что инициатор явно не Карлсон, Карлсон много у кого чего просит, но почему соглашается, значит, клиент, это же ведь всегда решение такого, как Путин, понимаете, это же не Карлсон попросил ему разрешение, вот зачем ему это надо, вот для чего? Знаете, я думаю, что у многих, кто ожидал этого интервью, были такие вот завышенные ожидания от того, что произойдёт, мы вообще живём в эпоху завышенных ожиданий по любому поводу. О, да. В полном собрании его сочинения, которое начало издаваться незадолго до его смерти, это были знаковые тексты. Каждый текст определял определённые изменения политических позиций Советского Союза по тем или иным поводам. И, конечно, можно было подумать, что раз Путин, который тоже находится в таком состоянии Сталина, состоянии конфронтации с Западом, решил поговорить с изначально лояльным американским журналистом, с американцами он вообще не разговаривал с 2021 года, то это означает, что он должен дать какие-то сигналы. К кому? Ну, возможно, тем людям, которые будут аудиторией этого интервью, возможно, аудитории, которые благосклонно относятся к Дональду Трампу, возможно, самому Дональду Трампу. И это должны быть сигналы о том, как может разрешиться там кризис в российско-американских отношениях, в том числе и связанный с войной в Украине. Но после того, как я это интервью просмотрел, я должен сказать, что я вижу одну единственную причину в этом интервью. Что? Продемонстрировать, что никакой вообще изоляции Российской Федерации нет. Вот мы столкнулись с очередным российским комплексом неполноценности. Я, кстати, очень доволен, что это интервью вышло практически в то время, когда публика еще не завершила дискуссии по поводу экранизации «Мастера и Маргариты». Потому что Карлсону в Москве относились как в Воланду в Москве. За ним бегали, смотрели, куда он идет, в каком магазине он расплачивается, какие он там сэндвичи покупает. Он был такой поп-звездой, что совершенно не соответствует его статусу, но соответствует отношению, скажем так, общества, испытывающего глубокий комплекс неполноценности, к любому западному визитеру. Вот они к нам приехали. Видите, Виталий, это с советских лет, когда в Боринер... А вы помните прекрасную историю, что когда в Советский Союз приезжал будущий, по-моему, Нобелевский лауреат Андрей Жид, или он уже был Нобелевским лауреатом, Иосиф Виссарионович, зная о пристрастиях писателя, специально его на экскурсию водили в бассейн, куда специально напустили сотрудников Народного комиссариата внутренних дел, натренированных, да, пловцов красивых, которые должны были, так сказать, ублажить его хотя бы взгляд. Я там не знаю уже, как дальше развивалась эта история, естественно. Ну, то есть они с Андрей Жидом ничего не добились, но, тем не менее, они даже на такое готовы были идти, чтобы гостю с Запада понравилось. Не просто там поездки на заводы и поля, вот нравятся тебе мужики, мы тебе бассейн устроим, как аквариум с рыбками, пожалуйста. Это вот ровно там пушкинская сказка о рыбаке и о рыбке. Все, что хотите. И точно так же было, мы помним, с Ромелом Роланом, точно так же было со всеми гостями Советского Союза. Кстати, самый яркий аналог этого интервью Карлсона с Путиным – это интервью Герберта Руэллса с Лениным. О, да, известно. Скажите, Владимир Ильич, как вообще вы видите развитие… Кремлевский мечтатель, помните? Да, Кремлевский, но это же тоже было фактически интервью с Кремлевским мечтателем, по большому счету. Просто, конечно, Карлсон не человек масштаба Герберта Руэллса, но Герберта Руэллс был великий писатель, как бы там ни было, а Карлсон просто такой маргинальный телекомментатор, но с большой аудиторией, не меньше, чем у произведения Герберта Руэллса. Это правда. Вот, и в этом смысле я увидел теперь только это. Вот доказательство того, что, во-первых, что Запад хочет с нами разговаривать и смотрит на нас восхищенными глазами. Хотя даже Карлсону не удалось сделать восхищенные глаза, когда он очутился в этом мутном аквариуме с Путиным. Во-вторых, что на Западе есть люди, которые разделяют наши ценности. Это ведь тоже очень важный момент этого комплекса неполноценности. Потому что, понимаете, мы можем сколько угодно комментировать путинский поворот на восток, все эти разговоры про то, что мы там Москва-Пекин, что мы будем ездить отдыхать в Пхеньян. Но это просто не русская цивилизация. Русская цивилизация, как бы там ни было, она по большому счету европеизирована, пусть чисто атрибутивно. Ну, стилизована. Да, но она стилизована именно под Запад, а не под Восток. В любом случае, все эти русские писатели, которым мы гордятся в России, они так или иначе являются частью европейской, а не китайской литературы. Они подражали европейским, а не китайским или японским писателям. Так или иначе, в России там экранизируют три мушкетера, а не произведения корейских или китайских писателей. Я имею в виду для всенародного такого просмотра. Ну, то есть, это все равно, скажем так, это глубокая атрибутивная окраина западного мира. И поэтому, конечно, очень хочется доказать, что на Западе есть люди, которые разделяют российские ценности в путинском их варианте. Потому что российскому либералу легко найти себе собеседника в Париже, Нью-Йорке, в Брюсселе, где угодно. А российскому почвеннику, который говорит о традиционных ценностях, как бы тяжело. Вроде бы их нет на Западе, нет, они есть. Они к нам специально едут, они заглядывают нам в глаза. А, они интересуются уже не хуй из мистера Путина, а какие мысли у этого замечательного мистера. Потому что, вы же видите, по большому счету, в самом тексте интервью нет вообще ничего нового. Я иногда мечтаю, чтобы у него действительно были двойники. Реальные. Ну, то есть, не двойники, которые могут там ездить в какой-нибудь Мариуполь, а просто какие-то люди, которые способны давать интервью, которые могут генерировать какие-то смыслы. Потому что сам он, вот он как будто бы как пластинка какая-то. Вот его ставишь, включаешь, и он, как андроид, начинает вот жить в этой заданной программе. Рюрик, Великий Новгород, украинцев нет, австрийский генштаб. Нам обещали вступить в НАТО, я просил, меня не приняли. Почему вам можно нарушать международное право, а мне нельзя? Я сам могу дать интервью Токеру Карсону от имени Путина. Потому что я все это уже знаю наизусть за эти 22 года его правления. Я, в принципе, все его фразы, обороты, представления о жизни выучил настолько, что я могу играть его роль, так сказать, без сценария, без суфлера. Вот если вы сейчас захотите провести со мной интервью от имени Токера Карсону, я вам два часа проговорю, все как Путин, без допинки. Но это же означает, что он вообще ничего нового не создает. Но вот единственная новость, которая была в этом интервью, это то, что он начал защищать Гитлера странным образом. Но это уже признак маразма, понимаете? Потому что они раньше себя так отчаянно не выдавали. Вы же знаете, что они в Комитете Государства СССР всегда втайне восхищались Гестафо и всем этим. А, да, да, это не секрет. Ну и 17 мгновений ровно на этом основе, когда они решали, или нет. И они в Комитете Государства СССР вызывают симпатию, не вызывают, особенно Мюрлёд. Это целая история была. Да, конечно. Но они это никогда не выдавали. Они делали вид, что им это ужасно все не нравится. Идеологический навес был, часто он вообще рухнул. Но это не относится к его, ну чисто действительно возрастному, он в нем прорывается. Я говорю вам, он себя с большим трудом контролирует, понимаете? И у него вот вырываются какие-то такие мысли. Это тоже небольшая новость. Но просто это вот было публично сказано, мы это услышали, что Польша заигралась, что Гитлер был вынужден, что он предлагал им по-мирному отдать данцик, а они отказывались. Вот получили под заслугу. Это же по-большому еще так стрипаляция на нынешнюю ситуацию. Вы же видите, мы сильные мира сего, Гитлер, я. А мы сначала говорим по-хорошему, отдайте Крым, отдайте нет с Луганском. Но они не слушаются, но приходится начинать мировую войду. Ну а что же нам делать? Они заигрались, мы же хотим по-плохому. А они хотят по-плохому, какие сволочи. Ну и такое, понимаете, и это все сочетается с подвесием, да, вот в голове. Но это нормально. Это обычное гибистское шезрение, я даже не скажу российское. В этом смысле анализировать с точки зрения новизны очень тяжело. Я считаю, что это, опять-таки, это глубокое такое состояние, плод российского комплекса неполноценности, которое распространяется от, условно говоря, обыкновенных каких-нибудь гопников, которые, перечащи, они ненавидят Америку и стоят при этом в американских джинсах, и слушают американскую музыку. И заканчивается Путиным, который хочет говорить с Американским, пусть с таким, но с американским журналистом. Вот и все. Ну, интересная мысль по той простой причине, что есть другие оценки. Кто-то, по-моему, обоснованно тоже считает. Я отношусь тоже к их числу, хотя с изоляцией понятно, но у него были возможности продемонстрировать, и он не применит воспользоваться этим еще и дальше. Продемонстрировать отсутствие изоляции. Он ездил на глобальный юг, так называемый, он был в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, вот сейчас в Турцию собирается, видимо, после выборов уже. Он это да. Но все-таки к американской аудитории, а именно туда мы видим адресацию, потому что там, я не знаю, пусть меня поправят, то ли 60, то ли 70 уже миллионов просмотров, или уже больше, что-то так, какие-то запредельные цифры. Ну и на английском и американском журналисту. Там ведь вот важная фраза была сказана о том, что вы сами на портачили, вы исправляете. А мы-то готовы к делу, мы-то готовы, нам не важно имя того, кто будет занимать кабинет, овальный кабинет, да. Пусть сам американский истеблишмент примет решение, и он предлагает, слейте, сдайте Украину, это все, что я прошу. Согласитесь со сдачей Украины. Ну, я не знаю, каким еще, уже он мегафон взял и кричит об этом, да. Ну, он же об этом постоянно говорит, да, так в этом нет ничего нового. А здесь есть, это же в канун ноябрьских выборов в Америке, сейчас это может произвести с учетом того, что говорит Трамп. Смотрите, представьте себе, что вы Трамп. Вы считаете, что ваша задача прекратить эту войну и дать возможность Путину сохранить лицо, правильно? Потому что у вас, у Трампа, все с лицом хорошо, вообще президент Соединенных Штатов, вы глава субсверхдержавы, у вас проблема с Россией, ну отлично. Байден не дает Путину сохранить лицо, я дам Путину сохранить лицо. Что Путин говорит Трампу? Послушай, Дональд, у меня с лицом все замечательно. А как ты будешь свое лицо сохранять, это твоя проблема. Вот как ты захочешь сохранить себе лицо, я пойду тебе навстречу. Подумай о том, как тебе сохранить лицо. Насколько это для людей типа Трампа является каким-то вообще ободряющим сигналом? Я не уверен. Поэтому тут как раз я считаю, что... А личность Карсона, то, что это именно Карсона, а Карсона сам Трамп называл, ну, смеясь о том, что он его вице-президентом сделал. Понятно, что он его не сделает, но Карсона очень близок к Трампу, это известно. Я понимаю, но вы не думаете, что Трамп и Карсона тоже могли рассчитывать на другой результат этой беседы? Так, я буду пустить. Вот, что они рассчитывали, что Путин там предложит некий конкретный план компромисса. Ну да, 24 часа о прекращении войны, о чем заявлял Трамп. А он разве этого не сделал? А он разве этого не сделал? Нет, конечно, он сказал, подумайте, как вам сохранить лицо. Вам для начала нужно признать факт того, что украинские территории, которые я оккупировал, это российские. И вот как вы это сделаете, это не моя проблема. То есть не моя проблема, как вы плюнете на международное право. Ваша задача плюнуть и сохранить лицо. И тогда мы с вами будем разговаривать. Нет никаких проблем. Ну, мы же знаем эту идею, она, кстати, все время звучит. И, между прочим, сегодня об этом говорил Песков, что весь смысл интервью был в этом. Что Россия готова к переговору. Но это, опять-таки, обыкновенный пункт о признании территориальных реалий, которые существуют в российских предложениях с 22-го года. С момента аннексии Донбасса и Юга Украины. Все время идет речь о том, что Украина должна признать территориальные реалии. Запад должен признать территориальные реалии. И это, кстати говоря, во многом идет от уверенности их, что рано или поздно все смирятся с фактом. Вот это же тоже советское наследие. Советский Союз, как вы помните, не признавали до 30-х годов. Первым американским президентом, который вообще признал СССР и послал туда посла, был Франклин Рузвельт. Собственно, с этого момента отсчитывается история Спаса Хауза. Потому что до этого времени никакого американского посла в Москве вообще не было со времен Российской империи. И это совершенно очевидная вещь, которая протянулась где-то там на 15 лет примерно. И они и тут рассчитывали, что, по крайней мере, с Крымом все будет понятно, он будет признан российским. И, кстати говоря, я хочу вам напомнить, что когда Владимир Зеленский принял это решение о проведении форума Крымская платформа в честь юбилея украинской независимости в 2021 году, да, в 2021 году, это вызвало, мне кажется, совершенно непредвиденную для многих реакцию в Москве. Потому что для украинского руководства это был именно форум. Форум, который должен был продемонстрировать, что Украина хочет решить крымскую проблему, прежде всего политическим путем, что она хочет, чтобы другие страны признали, что Крым это часть Украины, а не часть России, чтобы это было в очередной раз обозначено. Результаты, как вы знаете, были совершенно другие для России. В России просто с бешенством восприняли этот форум, потому что большое число руководителей многих стран, которые туда приехали, означали, что этот план про легитимацию Крыма провален. И опять-таки, я не думаю, что в Киеве тогда рассчитывали на такую российскую реакцию. А все дело в том, что Россия живет в своей реальности политической, не совпадает с мировой, и не совпадает с украинской, и не совпадает с западной. И когда какие-то данные, которые там пишут Владимиру Владимировичу Путину и приносят ему в папочках, не совпадают, то это, конечно, приведет к серьезному замешательству, я бы сказал, и раздражению. И я считаю, что вот та демонстрация, которая была проявлена международным сообществом с точки зрения отношения к аннексии Крыма, это тоже было частью вот этого вот плана, что, ах, так, ну тогда надо менять украинское руководство, чтобы получить то украинское руководство, которое само признает аннексию. Это для России важно, как мы видим. Важна легитимизация украденного. А она не происходит и не происходит. И я так понимаю, что сейчас это одна из главных идей переговоров с Западом, что мы можем там на каком-то этапе прекратить войну, даже не сдачей Украины. Потому что понятно, что Запад не то, что не будет сдавать Украину, у него нет никакой надобности сдавать Украину по той простой проблеме, что украинская территория не контролируется российскими войсками. Но для того, чтобы прекратить истязать Украину, Путин может хотеть, чтобы эта территория, которая была оккупированной войсками, была признана Украиной и Западом в качестве территории России, чтобы произошла легитимизация украденного, чтобы вот так вот изменился мировой порядок, чтобы вот те вот фокусы с присоединением чужих территорий, которые он проделал, были признаны в качестве приемлемых. И он верит, что это возможно, что это достижимо. Вот в чем уже ситуация. Так, давайте вернемся к личности Путина. Что мы еще при всей ненавизне его исторической реминесценции все-таки в его этом назидательной последствии, даже в заискивающем тоне местами. Ну вот папочка с копиями, возьми, кажется, да зачем она мне? Бери, прошу тебя, там все есть. И вот эти 20-минутные первые, значит, спич по поводу исторических обоснований, ну, которые мы частично уже затронули, ну так глубоко, ухай-то в Киевскую Русь куда-то еще, ну, я просто... Американская, а не для европейской аудитории. Не для европейской аудитории. А почему, в чем разница? Что они глупее, они не знают, они эту историю не знают или что? Или в Европе более скучно? Для Соединенных Штатов это не так важно. Европеец, условно говоря, еще право консервативный, может интересоваться всей этой историей Священной Римской империи. Он понимает, что с ним говорят о временах, там, условно говоря, Карла Великого, Византийской империи. В европейце есть люди, ну, то есть это просто другой ритм развития цивилизации. По крайней мере, понятно о чем-то, а контекст ясен. Ну, есть ты образованный человек, скажем так. А в Соединенных Штатах история по-другому воспринимается. Соединенные Штаты это все-таки государство новое. И когда с американцем начинаешь говорить обо всех этих вот рюриках, варягах, греках и прочих, то американец просто не очень понимает, к чему бы это. Вот вы говорите, что посмотрели там миллионы людей. Я не думаю, что эти... Ну, я говорю, вот там... Да, да, конечно. Вопрос же, сколько они смотрели. Дошли ли они до сути? Или на десятой минуте их просто сдурели от этого всего кафмара? Это, кстати, та самая историческая лекция, которую Путин читал Макрону. Ну да, он разумеет, повторяет и в своей статье. Помните, у него была в июле там вот эта знаменитая и так далее. То есть явно там то ли рука Мединского, то ли каких-то еще таких же товарищей. Вот, ну понятно, что... Нет, нет, это все пошло с начала девяностых годов. Так. Я очень хорошо помню свой диалог с Анатолием Александровичем Собчаком в Санкт-Петербурге в 92-м, кажется, году или 91-м, я не помню уже, когда я приезжал в Петербург. Встречался с Анатолием Александровичем, он брал у него интервью, и мы разговаривали, помимо интервью, и он там произнес вот эту вот знаменитую фразу, которую он, кстати, говорил и в Киеве, когда приезжал. Что если Украина там выйдет из Советского Союза или там откажется от Союза с нами, тогда же казалось, что она не вышла, потому что есть СНГ, то без подарков большевиков. Это была концепция Собчака, я помню Путина в этом кабинете во время этой беседы, мне он ничего не говорил, я не могу его процитировать, я не такой счастливчик, как Токер Карлсон, но я помню, что говорил Собчак, понимаете? И я считаю, что это идет все оттуда, не от Мединского, и не от того, что Путин прочитал или и на, а от их представления о том, что вообще должно происходить на территории Советского Союза, даже не просто КГБ, у КГБ есть четкая позиция и была, она перешла в ФСБ, что все это в границе 1991 года должно быть ими контролируемо. А есть позиция Собчака Путина, команды этой, которая фактически стала править Россией. Собчак, если вы помните, возглавлял делегацию из Москвы, которая прибыла в Киев, для того, чтобы поговорить о результатах голосования Верховной Радио Украинской ССР еще тогда, о превозглашении независимости Украины. И вот это вот оно и было. И Собчак не случайно возглавлял эту делегацию, потому что он был глубоко оппозиционен к этой всей истории. Все это, понимаете, развивалось поступательно, потому что когда Собчак во главе этой делегации еще пребывал в Киев, тогда была еще идея, что украинцы не проголосуют 1 декабря 1991 года в поддержку акта о независимости. В Москве же все свято в это верили. И что потом, после того, как референдум провалится, мы будем все решать с украинскими властями. Кропчук играл на этом тоже. Помню, что он не приезжал на эти совещания по созданию обновленного союза, говоря, ой, слушайте, у меня же 1 декабря выборы и референдум, куда я приеду, я типа потом к вам приеду. Я тебя поцелую потом. И так все это бойкотировалось. Наш премьер-министр сбежал буквально в смысле слова Витольф Покин со встречи, где подписывалось соглашение о создании экономического союза. То есть все это вот так было. А потом, ну, фактически Россия оказалась перед фактом того, что большинство украинцев поддержало акты о независимости, и мы оказались в новых реалиях. Но вот эта вот формула без большевистского подарка, она была уже тогда озвучена. И по большому счету Путин в 2014 году, когда была аннексия Крыма, он четко перечислил те регионы, которые, по его мнению, должны быть присоединены именно к Российской Федерации. Но еще раз повторюсь, это старая идея, она идет с конца 80-х, начало 90-х годов. Эта идея была Антолика Александровича, а не Владимир Владимирович. Просто Владимир Владимирович смотрел на Антона Александровича, раскрыв рот. Это тоже правда. Любопытно. Но вот хорошо. Значит, в нем это всегда жило, потому что Карлсон, если вы видели, все время пытался его перебить, утащить. А что ты, говорит, об этом не говорил с момента прихода своей к власти? Нет, погоди, я сейчас всю тебе методичку расскажу и тогда только отвечу. И свел это к тому, что вот мы двигались-двигались, и вот если бы, ну так по логике, я имею в виду в самом общем виде, как она понята, если бы вот Минские соглашения выполнялись, не было бы Майдана, устроенного в 14-м году ЦРУ, не было бы вот этого изгнания, может, не самого лучшего, не берусь судить, говорит президент Янукович. Договорились, договорились припосредничестве европейцев и так далее. Все время вот это вот, если бы вот это не делали, вот это не делали, вот это, то мы бы вас забрали, в общем, как мы уже продолжаем от себя, мы бы вас забрали целиком, а не частями, как нам приходится сейчас вас отпусывать по краям и так далее. То есть кто-то что-то все время должен был для него делать, понимаете, и тогда бы вот этого не произошло, не произошло иначе. Понятно, если представить на секунду, что Украину захватили бы в феврале 22-го года за три дня, как они планируют, ну я условно имею в три дня, да, то, наверное, другие были бы обоснования, то что вся Украина это как территория исторической России. Он, кстати, Советский Союз несколько раз называет, ну вы понимаете, говорит, Советский Союз, это, говорит, историческая Россия. Это Россия, это историческая Россия есть, да? Да, Россия, именно историческая, он прилагательно использует исторической России. То есть он, что Сталинский СССР, так я понимаю, из логики того, что он говорит Ленинский СССР, это историческая Россия. Подождите, я же вам рассказывал этот план неоднократно, это оно так и есть. Этот план я могу разложить по пунктам. Ну, давайте еще раз, потому что зрители должны... Что Украина должна стать буферным государством. Что Россия никогда не допустит вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Вот, например, почему Украина, а не, например, Финляндия, да? Она же тоже вроде бы на границе с Россией. А потому что это не Советский Союз. Это вне границ, это историческая Россия в понимании чекистов. Вот. Значит, таким образом, если какая-то бывшая Советская Республика пытается слишком далеко от нас отползти, мы ее делаем инвалидом. Молдову, Грузию при Ельцине, Украину при... Путине. Это следующее этап. Следующее этап, это если они все равно даже в роли инвалида пытаются куда-то попасть. Я, кстати, считаю, что важным триггером было заявление Байдена о том, что Украина сможет стать членом НАТО даже без решения вопроса оккупированных территорий. Это же было сказано. То тогда мы пытаемся изменить сам ход истории, условно говоря. Создать там лояльное правительство, которое примет нужные нам решения. Значит, как должна была развиваться ситуация в принципе? В 2022 году Россия должна была оккупировать Украину. В Киеве должно было прийти к власти правительства коллаборационистов во главе с Януковичем и Медведчуком. Потом Янукович бы ушел в отставку, и Медведчук, согласно Конституции, будет пикером Верховной Рады, стал бы исполняющим обязанности президента. Но это уже не важно, это кадровые решения. И это правительство, судя по обращению Ельцина к россиянам, в ночь с 23 по 24 число, когда он говорил о самоопределении народа в Украину, должно было бы обеспечить проведение референдумов тех регионов, которые Россия считает исконно своими. То есть условная Новороссия. Эти регионы вошли бы в состав Российской Федерации. А та территория, которая бы оставалась под контролем этого правительства Виши, Януковича и Медведчука, она бы вошла в состав союзного государства России и Белоруссии. Появилось бы союзное государство России, Белоруссии и Украины. При этом понятно, что та территория, которая вошла бы в состав России, это была бы территория Юга Украины. Значит, российские войска вышли бы на границы с Приднестровьем и обеспечили бы присоединение Республики Молдова тоже к этому объединению. Либо, по крайней мере, приход к власти в Молдове про российского правительства и объединение Приднестровья уже по плану Козака, чего-нибудь такое, то есть по лишению реального суверенитета Молдова. Это следующие шаги. Это было в тех планах, которые были обнародованы до 2030 года. О установлении российского влияния. Потом идут следующие шаги. По созданию наднациональных структур Евразийского экономического союза и преобразованию его в какой-нибудь просто Евразийский союз. По привлечению в этот союз всех оставшихся бывших советских республик. Тут, конечно, есть проблема Грузии и Азербайджана, но Путин мог бы считать, что после того, как он победит Украину, они перепугаются и сами на все согласятся. Ну и в любом случае, большая часть этих республик должна была бы войти в этот Евразийский союз к 2030 году. А после 2030 года он должен был бы стать просто обыкновенным союзным государством или конфедерацией. Сохранением формального суверенитета членов, но с полным, так сказать, влиянием России. Я даже думаю, что они не стали бы лишать эти бывшие советские республики суверенитета как такового в случае, если бы они имели там определяющее влияние при принятии принципиальных решений, потому что им просто нужны места в ООН. Это уже 12 мест, понимаете, вместо трех, которые были у Советского Союза. Ну вот это вот вся история, это первый путь из истории. То есть они создают такую рыхлую конфедерацию полностью, марионеточных государств от Ужгорода до Ашхабада. Но при этом понятно, что Россия, Украина и Беларусь в этой конфедерации выступают в роли союзного государства. А затем предъявляются претензии на зону влияния в Центральной Европе. Вот в русле тех предложений по гарантиям безопасности о том, что новейшее вооружение из стран Центральной Европы должно быть выведено. При этом, как вы понимаете, это уже не просто слова Министерства иностранных дел, а это конкретное предупреждение, что в случае, если это вооружение не будет выведено, то в рамках союзного государства будет подписано соглашение, оно и было бы подписано, о размещении ядерного оружия на территории союзной Украины. Возвращение туда ядерного оружия и создание каких-нибудь там ракетных войск союзного государства, части которых будет размещаться, например, в Закарпатской области Украины. Украина, не Российская Федерация, Украина как части союзного государства. Вот либо это так, либо из бывших центральноевропейских стран, которые были в Варшавском договоре, выводятся новейшие вооружения НАТО. Эти страны, естественно, дрейфуют в сторону России, потому что они испуганы, там усиливаются пророссийские иностранения. И в конце концов, к 2036 году, по сути, восстанавливается не только Советский Союз фактически, но и зона его влияния Ялтинская. Вот простой очень план, можно его... Более того, это не план, который там я в голове придумываю. Это документы, которые мы частично видели, когда они публиковались в западных медиа. Это результаты, так сказать, моих многолетних бесед с российскими источниками, которые всегда говорили о заинтересованности Путина. Все то, что там я видел или слышал, все осуществляется пока что в рамках этого плана. Просто есть замедление, условно говоря, именно благодаря сопротивлению героическому украинского народа и вооруженных сил российской агрессии. Потому что план по расчленению Украины с одновременными ракетными ударами по Киеву и так далее, я впервые о нем услышал в 2014 году. Там, правда, в этом плане, насколько я помню, не было вопроса об оккупации западноукраинских областей. Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей. Вот они не входили в зону российской оккупации, потому что считалось, что там могут быть какие-то эксцессы с сопротивлением населения, поэтому считалось, что они будут автоматически там подчиняться центральному правительству в Киеве. Это туда не нужно, так сказать, входить с войсками. Или рассматривался план о том, что нужно будет договариваться с Варшавой и Будапештом, о том, чтобы они защищали протекторат над этими территориями. И в Москве, кстати, были совершенно уверены, что в Польше и Венгрии согласятся с этим предложением. Потому что это же ваши, типа, исконные земли. Так мы вам их отдаем. Ладно, только не мешайте нам править в Украине. Они же это вслух говорили даже после февраля 2022 года. И это может показаться все каким-то сущим безумием, политической фантастики. Но вся проблема в том, что это их мышление. Они так думают, Марк, понимаете? В этом есть большая проблема. Вот смотрите, вы описали план, который Путин видит, или Кремль через эту преемственность системную, в отношении, скажем так, стран, вышедших из бывшего СССР. Но там есть и некоторые пробросы дальше. Там Карсон прямо задает ему вопрос в отношении стран Балтии и Польши. Имеет ли он агрессивные намерения в отношении них? Тот отрицает это. Отрицает. Говорит, что если Польша на нас нападет, мы нападем. А трактует он эти вещи очень свободно, значит, про нападение. Потому что мы слышали от него последний особенно год, что он, значит, говорит, на нас напали. Ну, тут он расшифровывает. Мы же понимали, что он имел в виду под нас напали. Он и говорит, а и в 2014 году Украина напала на Донбасс. Вот он так воспринимает. На нас это значит на Донбасс. На наш Донбасс. Они напали на Донбасс, это значит напали на нас. Понимаете? Поэтому и Польшу тогда можно трактовать как угодно. Поставки оружия Украине это тоже можно трактовать как нападение на нас. По логике вещей. Поэтому свободная интерпретация с его точки зрения, она позволяет ему в дальнейшем эту позицию корректировать. Тем более, что он всю жизнь делал взаимоисключающие заявления по поводу Крыма. Там еще до всего. Я думаю. И как? Что это такое? Я думаю, что с Польшей это скорее элемент шантажа, чем программа нападения. То есть это просто, понимаете, кнут и пряник. Если вы признаете отобранные у Украины территории российскими, и мы прекратим войну. Ну и дальше мы договоримся о судьбе Украины. Вот, кстати говоря, я думаю, по плану Виктора Орбана. Ее буферным государством между нами и вами. Не вам не дам, не нам не вам. Я удовлетворюсь куском, а вы гарантируете ее нейтралитет. И пусть себе там пока живет. Пусть пока живет. А если вы на это не согласитесь, то тогда я могу устроить провокацию уже в поле. Да, вы на нас напали. Так что пока берите, пока дают. Потому что потом придется признавать российский статус западно-поморского воеводства. Тем более, что это подарок Сталина. И он же там тоже это говорит. А потом говорите, Польша решили территорию. Если восточно-украинские территории, южно-украинские, это подарки большевиков, и мы их хотим забрать, почему бы эти подарки нам не забрать? Мы подарили, вы себя плохо ведете, мы заберем их обратно. Это наш подарок. Подумай, может, кому-нибудь еще подарим потом. Вот это такая идея. Потому что понятно, что это речь идет именно о тех территориях, которые вплотную примыкают к Калининградской области Российской Федерации. Это не просто так. Но я не думаю, что он собирается это делать. Я думаю, что это просто такое стремление напугать и предложить сразу вот вариант приемлемый. Да, это, конечно, вот я так пугаю, но есть прекрасный вариант, как из этой ситуации выйти. Отдайте Крым Донбассу, признайте, что это наше. И будем себе... Сделайте Украину буферной зоной, ничейной землей. И пока поживем. Вот это такая... Если вы себя будете хорошо вести. Вот это такая сейчас идея. обменять оккупированные украинские территории на воздух. То есть на обещание, что я тогда на Польшу не нападу. Понимаете, в чем идея? Хотя все мы прекрасно понимаем, что Российская Армия, в случае, если она сунется в страны-члены НАТО, ждет сокрушительное поражение. Но в конце концов... Но мы же сами видим, что происходит, когда с Российской Армией воюет Украинская Армия не самым новым западным оружием. Ведь, по большому счету, украинская армия передает не самые новые образцы западного оружия, а страны-члены НАТО замещают это оружие новейшими западными разработками. Ну и вот если Российская Армия столкнется вне ядерного компонента, с применением обычных вооружений, с новейшим вооружением стран-членов НАТО, что она там будет делать дальше? Ну, опять-таки, мы должны тоже реально смотреть на возможности Российской Армии. Это же не армия, которая там сейчас дошла до... я не знаю, хотя бы до Львова. Из Львова Путин угрожает напасть на Польшу. Это армия, которая находится в Авдеевке. Я не утверждаю, что Российская Армия не может одержать какой-то инициатив в Авдеевке. Может. Но это Авдеевка, это происходит уже несколько месяцев подряд. Это все та же Донецкая область, которая должна была быть с точки зрения Путина, полностью оккупирована уже в марте 22-го года. Сейчас февраль 24-го. Почему нужно считать, что его ждет большой успех в Польше? Ну, вот я не понимаю, честно говоря. Поэтому, когда западные страны говорят, что нам нужно перевооружаться, мы через пять лет можем оказаться в конфликте с Россией, я вполне считаю, что это правильный осмотрительный подход к вопросу, потому что мы не знаем уровень российского сумасшествия, мы понимаем, что сейчас будет запущен российский военно-промышленный комплекс, будет перевооружение России. Я не очень верю в потенциал, но, по крайней мере, я считаю, что есть угроза, которая должна быть встречена адекватно, чтобы у России не было даже мысли, что она может туда полезть, потому что должно быть ясно, что русским грозит сокрушительное поражение в цивилизованном мире, и что они просто рухнут как нации, как государства, и если туда полезут. Единственным аргументом, который будет на их стороне, будет ядерное оружие, но ядерное оружие есть и у другой части, так сказать, мира. И тогда вот тот прекрасный кадр, которым завершался последний, так сказать, фильм по роману «Мастер и Маргарита», мы увидим воочию. На всех экранах мира будем видеть горящую Москву. Обидно, конечно, но просто это же ясно и Путин. И никто не будет этим заниматься. Кстати, в этом интервью же есть фраза, что я не собираюсь применять ядерное оружие, что и применение ядерного оружия приведет к страшным результатам для всего человечества. Это же, ну, примерно так, да? Это же тоже новое немножко изменение риторики. Он же все время, так сказать, давал понять, что да, мы можем, мы не хотим, не можем. Но с договорками раньше работал, да? Да. В этом смысле это тоже поворот в некоторую другую сторону. По крайней мере, снижение градуса агрессивности на этом направлении. А без ядерного оружия, извините, Россия, это не самая мощная военная держава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова